Впервые в Хабаровске к реальному сроку приговорили их организаторы незаконной добычи и перевозки рыба ситровых пород. Но это скорее всего исключение, нежели правило. Зачастую их обвиняемые по таким статьям отделываются условным наказанием. Рыбоохранная организация уже не первый год поднимает вопрос об ужесточении ответственности за подобные преступления. Анна Леонова с подробностями. Преступная банда была задержана в момент перевозки. Семеро хабаровчан, нигде не работающих, закупили в Ульском и Николаевском районах 4 тонны осетра и калуги. Особо крупный размер, особо ценного груза. Оперативники долго разрабатывали банду, вели наблюдения, знали, что сбывать осетровые планируется как в Хабаровске, так и на западе страны. Помимо того, что они телефонные переговоры ввели в завуалированной форме, кроме того, когда перевозка осуществляется, как правило отделяются все части рыбы, по которым очень просто идентифицировать ее. Так делают все перекупщики. Порой это главное условие нелегального контракта. Чаще всего туши разделывают еще на катере, чтобы в случае задержания рыбоохране было трудно сразу доказать, что на борту запрещенный к промыслу улов. А потому всегда осетровые во время расследования уголовного дела отправляются под микроскоп. Вся партия осетра прошла экспертизу. В лаборатории тщательно проанализировали каждый кусок рыбы. Исследования показали, задержан действительно особо ценный груз. Осетровые деликатес, но во всем мире уже давно отошли от эксплуатации диких популяций рыбы. Ее разводят на специальных фермах. Численность осетровых в Амуре ничтожно мала. Вид давно уже на грани исчезновения. У нас на Амуре уже очень давно действует запрет на промышленный лов. Ловить осетровых можно только в научно-исследовательских целях для выявления их состояния. И в целях аквакультуры, в целях искусственного воспроизводства, для того, чтобы получить икру, заложить на заводы, получить потомство и выпустить в естественную среду. Между тем, амурские осетры Калуга не внесены в Красные книги ни России, ни Хабаровского края. Как говорят ученые, смысла в этом нет. Статуса особо охраняемой достаточно. Уже давно специалисты говорят о более эффективной мере ужесточения уголовной ответственности не только за вылов, но и в первую очередь за транспортировку и продажу. Если не будет сбыта, если не будет рынка, то, наверное, и не будет смысла ловить, если не будет получен доход. И впервые за несколько лет реальный срок. Все без исключения участники банды получили от года до трех лет лишения свободы. Организатору же дали по максимуму. В колонию он отправился на пять лет. Анна Ленова, Илья Цапов, Вести Хабаровск.